В шлем комплексе, мягко говоря, назревает очень и очень нездоровая ситуация. Я говорю о контрафакте и фальсификате. С одной стороны, добросовестные переработчики и аграрии не могут конкурировать с поддельной продукцией и несут убытки, либо вообще разоряются. А с другой стороны, травят наших детей и стариков. Если можно, я приведу конкретный пример. Я не буду называть завод юридическое лицо, тем более, что сейчас идут процессуальные действия. Но все-таки у нас есть в стране уже три года работает государственная информационная система «Меркурий», по которой видно передвижение в том числе молока от коровы до прилавка. Главный распорядитель, администратор этой госсистемы Россельхознадзор. По информации Россельхознадзора, есть у нас такие чудо-переработчики. За 22-й год было завесено предприятием 4000 тонн сухого молока и пастеризованных сливок из Калужской области в Сибирь, с фантомных, то есть несуществующих предприятий. А потом, это сказать в кавычках, молочко попало в 553 бюджетных учреждения края. В том числе 58 больниц, 217 детских садов и 196 школ. Здесь я, может, не открою тайны. Мне руководство Россельхознадзора говорило, когда они с оперативниками заходили на это предприятие, в журналах учета продукции, было указано сливки из Ирана. Кроме того, Россельхознадзор не исключает в производстве молока использование говяжьего жира. Понятно, что есть у нас КОАП, штрафы, но эти люди штрафов и предписаний не боятся. Эти люди боятся и заслуживают только уголовных дел и реальных сроков. Поэтому от лица комитета, Александр Георгиевич, я прошу вас, подобного рода дела, а их, к сожалению, уже становится немало, брать на личный контроль. И от лица комитета по делам села, от наших депутатов, аграриях, честных аграриев, я прошу либо в структуре АБЭП-края организовать специальное подразделение, либо создать его как раз, чтобы оперативники, исследователи специализировались на делах этой направленности. Мы все прекрасно понимаем, что там есть своя специфика, требуется много взаимодействовать с Росельхознадзором, но все-таки ситуация уже перезрела. Спасибо. Да, совершенно очевидно, вы поднимаете очень серьезный вопрос. Необходимо сказать, что по проверке качества пищевой продукции полиция не обладает соответствующими полномочиями. Мы работаем в тесном взаимодействии с соответствующими надзирающими и контролирующими органами. При поступлении информации начинается доследственная проверка с оперативным сопровождением. Мы этот вопрос обсуждали в течение 2022 года. Функционально сотрудникам подразделения БЭП, в особенности городского управления, определены обязанности по соответствующему оперативному сопровождению уголовных дел и проверке в рамках УПК. В марте прошлого года такой характерный пример был общественности озвучен. В статье 236 Уголовного кодекса в отношении трех обменяемых было направлено в суд по фактам массового отравления несовершеннолетних. В том числе хотел бы обратиться и к депутатскому корпусу. При получении или имеющейся соответствующей информации мы будем адресно рассматривать каждое такое обращение. В особенности касаясь по профилактике соответствующих нарушений при ввозе и обороте пищевой продукции. Если есть конкретная информация, готов рассмотреть, еще раз подчеркиваю, в рамках соответствующего законодательства. Тот пример, который я только что назвал, документы мы после вашего выступления и рассмотрения этого вопроса я вам лично передам. Хорошо. Прошу вас поблагодарить за обстоятельный доклад, а также выразить благодарность в вашем лице личному составу Главного управления Министерства внутренних дел по Красноярскому краю за их важную и порой очень опасную работу. Мое выступление, оно в продолжении моего коллеги Владислава Валерьевича Заренова касается поднятого им вопроса. Я был очевидцем того механизма, который был реализован на площадке законодательного собрания в свое время, когда у нас были проблемы, помните, с китайскими так называемыми теплицами, которые заполонили все вокруг городов Красноярского края. И в то время, когда разрозненно пытались контролирующие органы этот вопрос решать, они ограничивались только штрафами, которые из тех прибыли, которые они получали, они легко оплачивали. И пока не была создана рабочая группа на площадке законодательного собрания, не был найден механизм решения комплексной вот этой задачи. Я хочу в вашем лице найти сторонника, так как часть именно работы выпадает на ваше ведомство. На прошлом заседании сессии я обращался к правительству и прокурору края, чтобы создали на базе, на нашей площадке такую рабочую группу. И я думаю, вот этот механизм поможет нам выставить вот этот заслон. Тут не настолько там посадить кого-то. Нам нужно создать заслон, который невозможно было бы преодолевать фальсификатором. Чтобы ни мы с вами, ни наши дети не употребляли ту продукцию, неизвестно из чего сделано, неизвестно кем. Вот спасибо большое. В нашем лице вы будете видеть стратегического партнера. К этой работе мы приступили. Но я думаю, что поначалу сезонных работ будет соответствующий результат. Мы обеспечены с участковыми полномоченными полиции сельских территорий, потому что в сельсоветах годами нет участковых. И мы столкнулись в одном из районов, что на Новый год на 60 сел и деревень осталось 3 участковых. И только после того, как вопрос получил некий общественный резонанс, вопрос был решен, то есть с другими плановыми мероприятиями. То есть как вы решаете эти вопросы, какие видите перспективы? Очень важный и актуальный вопрос. Я безусловно хочу сказать, что сегодня служба участковых и полномоченных стоит на острие, поскольку это первое должностное лицо органов правопорядка, которое реагирует на любые проблемы граждан, в особенности касаясь сельских территорий. Их социальный статус очень важен, конечно, для нас. Но необходимо сказать, что есть проблемы комплектования. Вот по штату сегодня служба участковых и полномоченных включает в себя 1334 должности. Из них, к сожалению, не комплект, более 17%. В большей степени проблемы есть именно в городских территориях. Сельские участковые и вообще участковые сегодня обеспечивают в целом или обслуживают население порядка 5000 человек. Там, где нет должности, там происходит взаимозаменяемость. Конечно, основная проблема, необходимо ее обозначить, это несоответствие заработной платы по объему и нагрузке, попросту высокая нагрузка на одного участкового полномоченного. Мы серьезно взаимодействуем с ряда глав муниципальных образований. Практически в ручном режиме мы работаем с руководителями крупных городов, где надо отдать должное. Соответствующие руководители видят проблему и помогают обеспечивать жильем участковых и полномоченных. Ну и не только участковых и полномоченных. Девять квартир мы в прошлом году в результате взаимодействия с главами муниципальных образований получили только для службы участковых и полномоченных.